Спорт должен быть доступным для каждого, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ух и они не видят. Есть такая небольшая табличка Брайля, на которую можно нажать. И человек, который подойдет к кассе и хочет какой-то товар приобрести, он может нажимать, находить поочередно с помощью таблицы Брайля буквы необходимого названия товара. Например, он нажмет на букву «С», продавец будет, он каждую букву по очереди слова будет нажимать, и продавец поймет, что нужно показать человеку, который хочет совершить у нас покупку. Кроме того, в магазине есть индукционная петля, которая помогает слабослышащим вести диалог с продавцом. Есть обозначение входных дверей, план эвакуации с таблицей Брайля. Все это делает торговый объект не только безопасным, но и удобным для людей с ограниченными возможностями. Социально-ответственный бизнес активно участвует в проекте «Доступная среда». Для того, чтобы сделать свой объект доступным, необходимо разработать на основании законодательства Российской Федерации паспорт доступности, потом его зарегистрировать в соцзащите, и там есть разработанная карта дорожная, по которой вы будете планомерно, ежегодно определенные мероприятия осуществлять. Сейчас специалистами отдела организации потребительского рынка администрации города проводится мониторинг по вопросу формирования доступности объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг. Сформирован перечень, в который включено 22 объекта с указанием запланированных работ по этапному обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. В объектах разработаны планы мероприятий по адаптации объектов, разработаны положения по организации доступности объектов торговли для инвалидов, Изданы приказы о назначении ответственных лиц за обслуживание и сопровождение инвалидов и маломобильных групп населения. В городе для инвалидов становятся доступными не только магазины и торговые центры. Новые объекты культуры и спорта уже построены по всем требованиям доступной среды. У нас сейчас в основном это какие организации? Это культура, куда можно зайти. В основном ДК «Ветнефтяник», «Спорт», «Арктика», везде можно зайти. А в Арктике так вообще на второй этаж сделали такой этот лифт, чтобы могли колясосненько подниматься. По доступной среде это не обязательно, чтобы строили только пантузы. По доступной среде это еще нужна помощь человеку. Если человек помогает людям, он уже делает доступно. Сегодня в связи с распространением коронавирусной инфекции люди с ограниченными возможностями здоровья стараются не посещать общественные места. Помочь им с доставкой продуктов и медикаментов могут волонтеры. Телефон горячей линии 8 800 200 34 11. Анастасия Дудко, Олег Короткевич, Новости Губкинского.